Девушки отдыхают В последнее время в нашем мире все, что выходит на широкий экран, оно не совсем ложь и не совсем правда. То есть это такая искусно сделанная помесь. И чтобы как бы было, вы понимаете, в совершенную ложь невозможно поверить, она просто выглядит абсурдно. Поэтому это все умело переигрывают. Невозможно вот так вот вызвать всемирное зло в наш мир, просто потому что всемирное зло, оно находится в нас и оно уже здесь. И оно никуда не уходило, и вызывать его без смысла. Для этого просто достаточно обратиться к своим каким-то порокам. Власть штука хрупкая. Ева Грин, Джош Бролин, Джозеф Гордон Левитт, Микки Рурк, Розарио Долфин будут грешить с женщиной, ради которой стоит убивать. Город грехов приглашает в свои виртуальные просторы. Сюжет сиквела закручен на месте, предательстве и все, что так сладко, но запретно. Красавец, аспирант, еще и спортсменка-экстремолога. Найти 100500 отличий Насти Задорожной от Натальи Варлей и Геннадия Хазанова от Владимира Этуша можно в ремейке классики отечественной комедии «Кавказская пленница». Самый большой гонорар в картине Гайдая в исходнике был у Александра Демьяненко, исполнителя роли Шурика, который получил за 74 съемочных дня 5220 рублей. Сериал «Доктор Кто?» не сходит с телекранов Великобритании вот уже 50 лет подряд. Специально к юбилею создатели выпускают полнометражный эпизод для кинотеатров. Если вы не смотрели сериал, то речь там идет о инопланетном путешественнике во времени, известном как «Доктор». Вместе со своими спутниками он путешествует во времени и пространстве, как для спасения целых цивилизаций, так же и для собственного удовольствия. Здесь вечная тема. Мысли и фантазии множества режиссеров о том, что про превращение во времени, про фантастику, про межпланетные какие-то там конфликты. Это все всегда было и всегда будет актуально. Просто «Доктор Кто?» объединил несколько сразу сфер, и мне кажется, это то, что вот немножко цепляет за детство и переходит в новую степень, трансформируется в новое какое-то популярное направление. Профессор Зинни, в нейробиологии, вы делаете 4 месяца? Итальянские страсти профессуры в картине «Захочу» и «Соскочу». Ученые решаются приступить к закону, устав от коррумпированности условий жизни. Попутно впутываются безумные безумства. Это настоящий кадр Италии. Это абсолютно верно. Скажем, что адаптировали на актуальную ситуацию. Почему? Потому что сейчас в Италии сильная кризис, и молодые люди, которые попали в университет, они все равно достаточно страдают от финанса. Почему? Потому что человек, который попадал в университет, если он не стал профессором, он неизвестно, сколько лет должен помогать профессору. И, к сожалению, все равно каждый год законы меняют, и неизвестно, если у него будет будущее в университете. Самой короткой кинорецензией считается заметка Леонардо Малтина о фильме 1948 года «Разве это не романтично?» – так называлась картина. Рецензия состоит из одного слова – нет. Рецензия состоит из одного слова – нет. Субтитры создавал DimaTorzok